Здравствуйте, друзья! Я хочу вам представить мою коллегу Татьяну Маратканову, с которой мы много лет даем мастер-классы. И сейчас мы вместе напишем картину. Это уже вторая видеозапись будет нашей совместной работы. Мы и раньше этим развлекались. И вообще это нормальный процесс сотворчества. Многие художники так и поступают. И вы просто станете участником, зрителем нашего диалога. И я хочу представить Татьяну именно как мою правую руку, которая вместе со мной много давала и дает урок ее. Очень. Картиночка, которую мы нашли, это фотоматериал. То есть, на наш взгляд, получится стильная вещь. Вот мы хотели бы ее написать сегодня. Показать динамику? Да. В данном случае эта фотография, переведенная на язык масляной живописи, она будет иметь фактуры, иметь рукотворность создания, легкость. И, конечно же, преобразиться в нечто другое. По новой пятно, вы видите, у нас белое. А мы обычно начинаем с того, что сзади. Масляной живописи, с того, что сзади. И потом уже по мере заслонения пишем передний план. Вы видели вначале, сколько краски было задействовано на палитре, да? Большие объемы. Опять мы вскрываем разбавители и нагнетаем белик. Желтый заберем? Да, наверное, у нас как коричневизны, да? Теплоты. Теплоты. В небе все тоже, да? Да, да. Поскольку деревья у нас красные, а значит теплые, мы в небо решили добавить некое количество коричневого. Коричневый теплый цвет. Ну и чтобы не был такой простецкий белый, да? Чтобы он и в небе, несмотря на то, что на фотографии белый, тоже имел некий цвет. Кисточку тоже рекомендуется держать вертикально, и когда у вас скиты, да, не носится на пол, чтобы все стекало, а не разбрызгиваться. То есть мы сейчас используем только разбавитель, то есть никаких тройников, просто разбавитель. Слушай, мы уже достаточно слякотно, я думаю, что можно уже начать нагибать красочку. Возьмем розовый, возьмем желтый, и везде, где у нас вот эта краснота, начнем набрасывать ее, создавая некий ритм, некий ритм движения. Вверху мы оставляем проблески неба, для эффекта такого прозрачности деревьев. Вообще, конечно, такие вещи одно удовольствие описать. Технически они не сложны, но требуют именно легкости письма, смелости укладки. Я думаю, что и у вас подобные, таких фотоматериалов очень много в интернете, и вы их будете находить, и будете легко решать подобные задачи. Так. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Вы можете поступить вот так же, загнать вместо зеленой листвы рыжую или вот даже розовую, а-ля осеннюю. Продолжение следует... 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 понравился трюк но чтобы этот трюк осуществить нужно будет немножко подождать когда станет краска да станет более вязкой и тогда можно будет уложить поперечные поперечные они перекроют вот этот ритм и появится полный свет эффект трассы асфальта причем как бы даже с толщиной вот этой рябе сейчас она слишком полосата а потом это образуется я буквально недавно это сделать вот пусть она пока полежит это полотно да займемся деревьями машины сразу ставим некое белое хитну приблизительно в том месте где она проходит просто чтобы увидеть его и тут же можно подложить под него теневую тут же уже красиво значит еще раз сообщу пока Таня будет рисовать машину там деревья стволы вернее эффектные мы несколько времени не трогаем нижний слой дадим ему вы испариться разбавителю чтобы краска стала 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 более вязкой и тогда у нас будет возможность перекрыть ее горизонтальными мазочками что сразу уложит плоскость и даст некую толщину когда мазочки вертикальные пересекутся горизонтальными как бы по макушкам этих мазочков будет эффект толщины асфальта и вот этой ребристости сейчас мы для себя обозначаем пятном ширину и длину машин очень здорово что вокруг много краски мастихий нам просто очень удобно формировать рисунок и силуэт что-то наверное покороче будет все-таки да Ага. Я выбрала более фиолетовый, потому что белый в тени очень часто фиолетовый. Очень часто художники, молодые художники, усложняют себе жизнь и начинают рисовать с деталей, которые им понравятся, с всяких мелочей, типа пары, решеточки. Чего, конечно, категорически делать нельзя. Лучше всего идти от общей формы, такого-то геометрического пятна. Напоминает овал? Рисите овал, потом это все можно обогатить, уточнить. Потому что часто уже что-то прорисовав, уже жалко это место. А может быть его придется подвинуть на целый сантиметр, а уже жалко. Поэтому надо сначала раскидать все по своим местам, а потом уже уточнять подробности. Ну и вообще жалеть не стоит. Жалеть стоит только очень удачные места. А жалеть подвинуть нужно не бояться... Ой, какая она сладенькая уже. Даже это карета. Карета. Давай побольше. Ой, хорошо. Слушай, ты чего ж красивая. Прям хоть так и оставляй. Ну, понятно, что можно еще чуть-чуть. Отличная фляция. Класс. Слушай, если возможно, побереги вот эту местность, хорошо? Да-да-да. Очень шик. С шиком прямо помню. Прямо вот этот вот, этот радиатор, может быть, даже и не вставлять туда. Настолько хорошо. Ой, если можно. Сейчас мы ему новая отрядка. Чтобы она сейчас не снять, что-то плачет. Ну, просто такой вкусный кусок. Если можно. Упразднить? Не, не трогай. Практически. Вот пусть пока такой и будет. Вот займись сейчас вот этой местностью. Вы видите, передний капот этот, насколько в два движения практически решен. Вот это шик. В живописи. Это шик рукотворного делания. Вы видите, какие мастихин вытворяет чудеса. Просто не обязательно брать маленькую кисть. Даже маленькая кисть бы сделала очень принужденную линию. А мастихин дал вот какой-то изящный жест. Поступок совершил. Правда? Я мастер импровизации считаю. То есть художник в данном случае делает отбор, на что ему обратить внимание в этой машине. Не просто срисовать ее от и до, а делает отбор, на что обратить внимание, а что оставить без внимания. Они же просто шикарные. Пожалуйста, только эту местность не трогайте. Никакого радиатора не бить. Ну, мутный характер там надо сохранить. Там очень вкусно мутный. Он будет вынесен мутному набору самой машины. Машина настолько мчится, что мы и ее тоже видим как бы не вполне четко. Если бы она просто стояла бы на асфальте, то, конечно, она должна была бы быть четкой. И то, опять же, в разных случаях по-разному. Но поскольку она мчится, мы можем себе позволить приблизительный характер. Но состоящий из эффектных мазков. О, синий как хорошо вошел. Может быть, покрупнее, чуть-чуть агашен? Или далеко от? Вот это далеко. Что-то такое. Пока, может, оставить ее и посмотреть на все, что вокруг? Кистью залезть туда и поставить просто какую-нибудь темненькую. Просто кистью. Раз уж там такие мазочки вкусные, чтобы их оберечь, просто кистью подмесолим. А там человек не мог бы быть видно. Ну, там он так очень. С радиатором мы не видим. С радиатором мы не видим. О, слушай, стописи. Все, 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 поем, 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 поем. Так. Что еще? Что еще? Отражение отхвата. На этом мы потом сделаем. Белосфальт у нас решится. То есть, мы что сейчас делаем? Мы пытаемся сберечь выразительные, мощные мазки мастихина. Просто заберечь для того, чтобы вот эту мощь рукотворной укладки приблизительной, но очень выразительной. Сохраняется. Так. Так. Пойдет чуть-чуть. Держи. Удачи. Причем мы набрали, у нас другая модель автомобиля и очень красивая. Можно попробовать и мастихином и кистью, чтобы вот этот нагловатый приблизительный характер. Прямо такое, хочешь, бревну? Одну бревну, а другие потрунейшие. Ну, будет деликатно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok Какой-то губин у леса. Смотри, я немножко распушил. Прикольно? Да. Прикольно. Ой, здорово. Ой, даже голубиночка. Или не надо? Не-не, пусть будет, пусть будет. Ну, чего ты? Хорошо, хорошо. Сам взял и испугался. Вот только чуть-чуть, чуть-чуть. Вот такие пятно. И добавила бы еще, может быть, сюда. Ну, хочешь? Смотри, я тебя возьму лишнюю накидать. Да, голубой. Поддержать же надо. Точно, голубой, голубой, голубой. Можно так держать. Вот ты еда уже. Да? Да-да-да. Хочется еще чуть-чуть. Желтенький. Смотри, 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 лошадь. Легла. Легла. Роберт? Дааа. Анодези тоже. Что, уже и дорога не такая страшная? Хм-хм. Попрыжились все. Так. О! Вязкость. Хорошо. Такой немножко творожистый характер укладки начался. Пардон. Он же светленький. Пардон. Он же светленький. Смотри, лишь жачая кисть. Совсем лежит на холсте. Да, и при этой вязкости она практически не поднимается в предыдущий слой. Вытер кисть, даже растопырил. Ну ты легко, да, так проходишь? Еле касаясь. Да, видишь? Ой, красиво, слушай. При этой нежности прямо на терапон хочется что-то грубое кинуть. Какие-то такие мазки пустые. Листьев? Может листьев, да. Они как раз хорошо горизонтальную плоскость обозначат. Но есть опасность, что они... Но они же летят, когда едешь? Да, да, да. Но они могут прекратить вот этот минимализм. Может быть, все-таки от них отказаться. Потому что лидеры, конечно, просятся. А, у нас же еще отражение фар есть. В этой селости красный как раз с фарами может и поддержаться. Внизу. Так, ага. Сейчас. 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 так а теперь возьмем может быть сиреневый голубой-розовый покажи палитру хитро и те же самые легкие касания только уже горизонтально наверно все-таки чуть-чуть сиреневый припачкаю не хорошо хорошо очень хорошо коричневый достаточно густой и он хорошо глушит яркость растаптываю кисточку до веника до венчика совсем лежачий совсем от того что еще и цвет другой то есть более сиреневатый вместе они дают эффект асфальт этого и ну как бы двух толщинностей веселенькая задачка очень ага у нее столько легкости а ну да отлично за три что творится какое полотно то есть как бы из двух слоев один пересекающий другое как раз вот появляется эфир полотна дороги а у нас же здесь нет этого горящих фар мы же не рисовали как горящие а может не надо покрасненько хочется подержать либо надо перестраивать что они горят может вообще просто в принципе дать легкую отраженность белой машины легкую отраженность и угомонится эффект того что машина просто отражается сушим тогда знаешь что можно ты можешь также кистью добавить небольших рефлексов все-таки от листва все что из из есть она красиво там отражение у нас настолько вкусный кусок что из-за него нарушается нарушать вот эту тишину, вот эту удачу, зачем? Да? А, здесь, наверное, рамочек было бы не нужно. Не-не-не, интерьерные вещицы такие, они хорошие без рамочек. Ну, тогда все, мы закончили. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok